доброго времени суток всем наши контрагенты которые получают от нас услугу дистанционных психологических обследований часто задают такой вопрос что мы получим в результате этих самых пфо все очень просто обратите внимание по результатам пфо каждый работник который проходит такое обследование получает на своем компьютере папку которая называется отправка в этой папке находятся результаты его обследований находятся они там специальных архивах рар которые взломать невозможно здесь вот у меня мои коллеги мне эти архивы уже разархивировали давайте посмотрим как это выглядит здесь обезличенная информация некий иванов иван иваныч сейчас загрузится его информация по одной из методик методика ммпи одна из основных наших методик вот это результат по методике ммпи по иванову ивану ивановичу вдаваться в подробности я не буду смысл в том что получив данные результаты по ммпи предположим по котел специалист лаборатории садится раскладывает их перед собой и очень внимательно и подробно анализирует данные результаты делая для себя какие-то пометки выписки что-то подчеркивает что-то где-то ему что-то бывает непонятно он пытается это дело выяснить и уточнить одним словом результатов на данный момент в этой папочке у меня 9 их может быть самое разное количество в зависимости от тех задач которые стоят перед лабораторией мы можем предложить пройти обследование по 10 8 12 11 13 14 и так далее методикам все зависит от той задачи которая стоит перед лабораторией с целью получения этими работниками разрешительных справок получаем эти результаты специальным образом через специальную программу их разархивируем только в этом случае не могут быть доступны и нам и собственно получаем результат на основе этих результатов с помощью специального программного обеспечения которая называется автоматизированное заключение спектра специалист его запускает это программное обеспечение смотрит на результаты вводит информацию в эту специальную программу и в конечном итоге получает вот такое автоматизированное заключение тут отмечено фамилия имя отчество этого человека пол возраст дата рождения и собственно заключение по результатам пфо это все является итогом наблюдения и анализа вот этих самых результатов по каждой из отдельных методик соответственно формируется группа 1 2 или 3 годен ограничено годен негоден и так далее это является автоматизированным заключением далее что происходит берется такая вот чистая форма справки по пфо в соответствии с приказом 34 с этот приказ определяет форму справки по прохождению психологических обследований опять же вводится фамилия имя отчества дата рождения место работы должность на момент проведения пфо соответственно дата обследования время и так далее далее формируется три промежуточных результата вывода уровень функционального состояния высокий средний низкий психологического состояния высокий средний низкий физиологического состояния высокий средний низкий специалист определяет каждое из этих состояний каждый из этих показателей затем определяется уровень психологической адаптации тоже существует специальная формула специальный расчет мы получаем высокий средний или низкий уровень психологической адаптации человека далее Далее заносится установленное заключение по результатам ПФО. Три формы существуют, три варианта этого заключения. И далее специалист подчеркивает, выявлены эти противопоказания, не выявлены противопоказания. Расписывается заведующий лабораторией, ставит свою подпись, дату. Расписывается специалист, проведший, проанализировавший эти самые результаты, которые провел это ПФО. Далее ставится круглая синяя печать. И вот такая справка является заключением. Она официальная справка по приказу 34С. Что дальше происходит? Далее, эта справка вместе с результатами обследования, заключением по результатам АЗСПЕКТР. И вот этой справки по 34С отправляется нашим контрагентам. Ну, давайте я еще покажу 34С. Она была чистая. А здесь вот уже заполненная справка. На обезличенного товарища Иванова Ивана Ивановича. Такого-то года рождения, такого-то места работы, в такой-то должности, соответственно, определяется психическое, психологическое, физиологическое состояние, определяется уровень психологической адаптации и вывод. Соответственно, вот в данном случае первая группа годен по данным психологического обследования противопоказаний допуск на работу на особо опасном производстве. И специалист подчеркивает, выявлены, не выявлены, подпись, дата. Вот это заполненная справка по приказу 34С. И далее, результаты, как я уже сказал, конкретные результаты методик, заключение по результатам ПФО и справка 34С отправляются нашим контрагентам. В свою очередь, контрагенты, передавая эту справку в медицинские учреждения, которые их обслуживают, оформляют справку по приказу 302Н. Обратите внимание, заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования и данным психологического обследования противопоказаний к работе в должности указывается конкретная должность. И, соответственно, также комиссия определяет, есть данные противопоказания или же их нет. Соответственно, определяет срок переосвидетельствования. Этот срок составляет 1 год. Ставит медицинскую круглую печать. И, соответственно, эта справка уже идет совместно со справкой по форме 34С. Она уже отправляется в Ростехнадзор для получения разрешения работникам права работать на опасном производстве, на опасном участке производства. Вот, собственно, результат. Еще раз открою эту справку. Еще раз результат того, что получают наши контрагенты. Официальная справка по приказу 34С. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!